Воздушный поцелуй столичным поклонникам Вера посылает на вручение золотого граммофона в субботу 30 ноября. Орловчанам же повезло больше. Оценить внешность и эпатажность певицы они могли на день раньше. Надеюсь, что сегодня мне удастся подарить вместе со своей музыкой вам всю свою любовь, всю свою тепло. И, конечно же, те полюбившиеся уже песни, которые вы хотите услышать. Ну а сейчас начнем с Нерва. Работала Вера исключительно вживую, чем снискала любовь даже случайно зашедших поглазеть на секс-символ украинской и российской эстрады. Ее девичья фамилия Галушка. Вот уж правда, настоящая украинка. После замужества она Вера Киперман. Но для Украины, а затем и России девушка с фамилией-псевдонимом Генсека ЦК КПСС поначалу беленькая из Виагры. Ею она для многих и осталась, несмотря на последующую сольную карьеру. Вы понимаете, вот так и хочется остаться. Вопрос у кого? Эти шуточные вопросы воспринимались отнюдь не шуточно. Уже через пару секунд нашлось около сотни желающих. Как вас зовут? Володя! Теперь это мое любимое имя! Вову, но у меня двое детей! Володя! Он говорит у него четверо. Хорошо. Володя, вам прям сегодня можно заселяться? Володя! Нас 15 человек! Конечно же, певица ни у кого не осталась, а сразу уехала в Москву на вручение золотого граммофона. Успев при этом пожелать орловчанам как можно больше любви, счастья и веры. Веры Брежневой. Помните, любимые, дорогие, лучшие друзья девушек, это... Конечно! Конечно! Конечно!